И сегодня мы с вами продолжим говорить об учении Иисуса Христа, о тех блаженствах, которым Он учил, и сегодня у нас с вами следующее блаженство, седьмое по счету, это блаженны миротворцы, ибо что? Кто помнит? Наречены, будут наречены сынами Божьими, совершенно верно. Слава Богу! Это Евангелие Матфея, 5 глава, 9 стих. И вот такое блаженство, которому учит Господь. Здесь говорится и в русской, и в украинской, я надеюсь, и в белорусской Библии, в Евангелии, слово миротворцы. На латыни это слово pacifici, этим словом называется Тихий океан, на котором мы с вами живем, хотя я не думаю, что из-за того, что он называется таким умиротворенным и тихим, там погибло меньше кораблей, чем, скажем, в Атлантическом океане. И я говорю это не случайно, потому что о мире, о мире, о миротворчестве говорят многие, говорят буквально везде и всегда, но на самом деле этого состояния умиротворения или идеального мира его практически не существует. Перед тем, как мы обратимся к этой теме, хочу сказать, что в этом случае Евангелие на иврите, оно в одном варианте не совсем так же говорит, как наши славянские Евангелия, в другой более приближенный, то есть один вариант говорит, что о шрей радифей шалом, то есть люди, следующие за миром или преследующие целью достигнуть мира. А в другом варианте Евангелие на иврите говорит о шрей осей шалом, это уже более приближенно, потому что осей – это те, кто делают, те, кто производят мир, более приближенное к миротворчеству, которое мы имеем в наших славянских переводах. И вот этот первый вариант, где идет именно преследование вот этой цели достигнуть мира, это больше перекликается со словами Павла о бегущих на ресталище, то есть некое состязание, которым достигается что-либо. Но мы с вами будем говорить сегодня по нашему переводу, по славянскому переводу, поэтому будем говорить о том, что же это такое и почему это является большим блаженством, то есть истинным счастьем. Иисус, когда учил, я еще раз напоминаю, когда Он говорил особенно вот эти вот блаженства, которые следуют, седьмое, восьмое, девятое, о миротворчестве, о гонениях, о любви к врагам, о благословении врагов, о преследованиях, и дальше это все продолжается на протяжении Евангелия Матфея, то этому Иисус учил в тот момент, когда Израиль был под полной оккупацией Римской империи. То есть, может быть, предыдущие блаженства, они как-то еще могли вмещаться в разум, как-то укладываться в сердце. И то они были трудны для понимания или для осуществления. Но вот эти вот слова Христа о мире, о достижении этого мира или о произведении этого мира из себя для других, эти слова особенно трудно были влагаемы в разум этих людей, потому что на самом деле внутри них постоянно был бунт. Состояние Израиля было таково, что противопоставить себя огромной Римской империи Израиль, маленький Израиль, который был практически провинцией, он не мог. Он не мог противостоять и освободиться от этой оккупации, от этих врагов. И с другой стороны, Израиль не мог, просто не имел ни морального, ни религиозного права раствориться среди этого римского общества, потому что тогда Израиль перестал бы существовать. Хотя историки тех времен, ну в особенности Иосиф Флавий, описывают, что молодежь, которая подрастала во время этой оккупации, перед этим за несколько столетий была греческая оккупация Израиля. И вот эта греческая римская культура, Римская империя, она продолжала насаждать и греческую культуру, она имела такое влияние, что многие молодые люди уже говорили только на греческом. И уже, если и читали на иврите, то только в синагоге, и то, может быть, не все. Но были и люди, которые сохраняли свой язык, свою культуру, которые сохраняли и древнеарамейский, и иврит, на котором читали. То есть было такое разделение в обществе. Одни говорили, что пришло такое время, это то, что называется конфликтом поколений или конфликтом интересов. Пришло такое время, когда вот мы живем, ну ничего не сделаешь, раз Бог допустил, значит мы обязаны подчиниться этим условиям. Другие же понимали, что если ассимилироваться, то есть рассеяться и раствориться в этом обществе, то по прошествии нескольких лет просто-напросто все забудется. И это будет невосполнимая потеря, потому что у Израиля есть свое предназначение. И вот в этих условиях Иисус учит, я просто прочитаю еще с Евангелия Матфея, из 5 главы, 44-45 стих, где Христос, продолжая эту же тему относительно последних трех блаженств, говорит, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного». Здесь обетование, которое заключено вот в этом месте, оно дублирует то, что говорится в 9 стихе 5 главы Евангелия Матфея, что будете детьми, будете сынами Отца вашего небесного. И вот это очень трудно, я думаю, все мы понимаем, что на самом деле очень трудно, даже будучи христианами, даже зная, что мы уподобляемся Христу, зная, что мы имеем сердце Божье и характер Христов, очень трудно представить, когда вокруг тебя только враги, когда вокруг тебя гонители, когда вокруг тебя проклинающие, и вот эта вот огромная масса, и все это негативное, все это направлено против тебя лично, против твоего народа. И взять, любить, благословлять, помогать, протягивать руку в беде, это все очень трудно. И мы все знаем свидетельства наших христиан, которые именно так и поступали. Это очень хорошее свидетельство. И мы видим, что именно эти люди, они поняли то, что учил Христос. Но на практике это очень и очень трудно, особенно в свете, то, что мы наблюдаем в свете последних событий, когда ссорятся близкие национальности или нации на какой-то почве. Это делают политики, но это влияет на людей, и даже влияет на церковь, что самое интересное. Хотя это очень печально. И вот это состояние, о котором говорит Христос, то есть будьте миротворцами, достигайте этого мира. Мир, о котором говорит Христос, это шалом. Кто из вас никогда не слышал этого слова? Шалом. Слышали, наверное, да? Или в песнях, или просто знаете, что это шалом. А я вам скажу, что вы не только знаете это слово, вы его еще и носите на себе. Каким образом? Как называется наша церковь? А? Суламита. Если не все в курсе, наша церковь называется Суламита. Это еврейское женское имя Шломит, миротворец. Поэтому относительно нас, мужской вариант это Шломо, Соломон, царь Соломон, который носил имя Шломо, то есть его мир, подразумевался мир Божий, это было имя царя Соломона, который никогда не воевал. И вот это слово, это особый дар, это особое благословение, которое Бог дал народу израильскому. Ни в одном другом народе мира, даже арабское Салям Алейкум, оно не имеет именно вот такого благословения, которое имеет благословение именно слова Шалом. Потому что это и приветствие, когда евреи встречаются, они говорят друг другу Шалом. Ответ на это Шалом Вавраха, то есть мир и благословение. Когда они прощаются, они могут сказать Шалом, или Итраот, мир вам и до свидания. Когда наступает суббота, они говорят Шаббат, Шалом, при прощании, то есть желают друг другу благословенной, мирной субботы, субботнего дня. И это же слово, оно входит в благословение сынов Израилевых из книги Чисел, шестая глава, я прочитаю только 1, 26 стих, «Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». Виасэм леха шалом, говорится там. То есть вот этот особый дар, который Бог дал для народа израильского, это благословение в том мире, которое он сделал в совершенстве. И если вы помните наш первый разбор слова в марте месяце, я упоминал там в конце разбора о том, что это особенные слова, вот это слово Шалом, его однокоренные слова Шалем и какое еще, не помните? Шалюм. И слово Шалюм всего лишь пишется с разницей в одну точечку. В слове Шалом она наверху над буквой ВАВ, в слове Шалюм она сбоку от буквы ВАВ. Это однокоренные слова и практически пишущиеся одинаково. Шалом. Что это означает, братья и сестры? Мир Божий. Шалем. Я еще раз повторю, это означает совершенный. Помните, мы говорили о плоде Духа? Я говорил, что он Шалем. Это совершенный. Без одной отсутствующей качества или доли этот плод несовершен. И Шалем – это совершенный. А Шалюм – это уплаченный. То есть Шалом, Шалем, Шалюм. Это все природа Божия. То есть Бог дает совершенный мир. Бог, Он совершенен во всех своих качествах в плане праведности, в плане милости, в плане любви, в плане чего угодно. И Шалюм. К нам, христианам, это относится особенно. Хотя и у евреев это качество почитается, потому что они знают, что Мессия, который придет, Он будет искупителем. Так вот, Шалюм – уплаченный. Все оплачено. Есть в нашей христианской жизни такое понятие, что за нас уплачено? Есть или нет? Слава Богу. За нас уплачена такая цена, которую никто из нас не смог бы заплатить. Это кровь Иисуса Христа, Сына Божьего. И вот это все Христос говорит этим людям, присутствующим там, на этой проповеди. Нереальной, неосуществимой мечтой современного общества, не только современного, а на протяжении веков, является создание мира, совершенного мира, общества без войн. Но это неосуществимая мечта, потому что без Бога на этой земле создать общество, которое было бы, жило бы в определенном мире, это просто невозможно. Мы с вами живем в стране, которая имеет относительный мир, относительное спокойствие, и если нет нападок извне, то что-то внутри происходит. То есть абсолютного мира все равно нет. Почему невозможно? Потому что автором любой войны является дьявол. И война, о которой брат передо мной говорил, все эти войны, это самое уничтожающее, самое опустошающее. Любой этот военный конфликт, это то, что есть самый опустошающий катаклизм, разрушающий, уничтожающий. Нет таких природных явлений, до сих пор не было на земле, кроме того, что говорится в Откровении, то, что будет в будущем землей. Не было таких катаклизмов на земле или происшествий, которые бы уничтожали столько людей, сколько уничтожают войны. И даже когда читаешь в Ветхом Завете библейские войны, где говорится о 25 тысячах погибших, о 30 тысячах погибших, просто невозможно представить эту массу убиенных, вот так вот нашими глазами, привыкшими жить в относительном мире. Поэтому, если вы помните, наше советское детство, те, кто жили в Советском Союзе, были такие лозунги «Миру мир», «За мир во всем мире», я помню эти огромные буквы на зданиях профсоюзов, я очень любил их читать наоборот почему-то в детстве. И вот мы жили вот в этой обстановке, когда вроде бы все хотели мира, голосовали за этот мир, но на самом деле этого абсолютного мира не было. То там война, то там конфликт, то там война опять. И, в принципе, даже в виде миротворческих сил все равно входят для того, чтобы с помощью оружия попробовать устранить какой-то конфликт. Поэтому совершенный мир создать невозможно. Это возможно только Богу. Это тот мир, которого мы с вами ожидаем, о котором мы знаем, и который в конце концов придет. Но он придет только через Бога. 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих говорит очень одну интересную, характерную вещь. Я предварю сначала речь, вот этот вот стих, я предварю комментарий. Мне очень понравилась мысль одного проповедника, который говорил тоже на эту тему. И вот он сказал, что... Например, революции в Российской империи было то, что учение теоретический социализм от Карла Маркса... Карл Маркс утверждал, что капитализм нужно свергнуть, сделать революцию, потому что есть социальное неравенство. Что есть класс богатых и есть бедных, угнетенных и угнетателей. И вот это вот как бы породило вот эту справедливую революцию, справедливую войну. На самом деле это антибиблейское учение. Если мы с вами задумаемся, это антибиблейское учение, потому что когда мы с вами смотрим в Библию и начинаем только ее читать еще от книги «Бытия», обращаемся, мы видим, что первое убийство, первая такая мини-война, если ее можно так назвать, произошла совсем по другой причине. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, я хочу, чтобы вы поучаствовали. Первое убийство кто совершил в Библии? Каин. Кого он убил? Брата. Возможно, даже брата-близнеца. И вот он убил его. Скажите мне, пожалуйста, был ли Каин в рабстве у Авеля в этот момент? А? Нет. Был ли он социально угнетаем Авелем в это время? Может быть, это какая-то классовая борьба была между богатым и бедным? Нет. Это было убийство, которое имело определенные причины, и убийство стало следствием этих причин, но абсолютно не связанных с Карлом Марксом. И вот сейчас мы прочитаем 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих, который говорит причины, почему Каин убил. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его праведны. И я уже сказал, что автор любых конфликтов, любых войн – это дьявол. И вот первая причина, почему было совершено убийство, было никакое-то неравенство, это была просто-напросто зависть, это просто-напросто были злые дела, это была природа дьявола. Так и говорится здесь, что он был от лукавого. Он подчинил свою природу, просто отдал ее лукавому. В нем не было ничего, хотя вроде бы этот человек принес жертвы кому? Богу, да? Написано, что они пошли, принесли жертвы, и вот одна жертва была угодна, а другая нет. А хотя его сущность, его внутренность, она была от лукавого. И он не как этой жертвой, сколько бы он чего не сделал, даже, я думаю, если бы он купил овец у Авеля и их принес бы в жертву, он бы не угодил Богу, потому что Бог смотрел на его внутренность. Поэтому этот мир был разрушен. Еще с Эдемского грехопадения мир, этот шалом был разрушен между Богом и человеком. И это как бы все глобальные понятия. Сейчас мы перейдем с вами к более личному пониманию. Когда происходит то, что человек имеет в себе некий источник, когда человек имеет в себе Божий источник, это выплескивается из него, и все видят, что человек, он сеет что-то Божье. Но как и войны, которые вот вроде бы предвоенная обстановка, вроде бы даже мирный договор какой-то заключен, но они выплескиваются, потому что не бывает абсолютной пустоты в духовном мире. И все, что накапливается, плохое или хорошее, оно обязательно выплескивается. Если хорошее, это выплескивается в качестве хорошего. Если это плохое, это переходит в войны, всякого рода безобразие, преступления, все беззаконие, которое творится. Абсолютной пустоты не бывает. И что-то наполняется. И вот точно так же и в личной жизни человека, человек, являясь сосудом, он точно так же накапливает в себе нечто. Накапливает доброе или накапливает злое. А скажите мне, пожалуйста, братья и сестры, ваше мнение, мне очень интересно его знать, может ли человек, как сосуд, накапливать в себе половину хорошего, половину плохого? Не может, да? Почему? Да, из одного источника не течет, правильно. И я даже по-другому скажу, в одном сосуде две жидкости, они все равно как-то смешаются. И уже будет и не чисто, и не грязно, и непонятно что. То есть такое что-то болезнетворное, микробоносительное, но абсолютно непригодное. Мы уже тоже говорили когда-то на эту тему. И вот получается, что на самом деле из человека выплескивается. И вот создается ситуация, когда у человека есть причина все это излить. Я проиллюстрирую это примером из жизни. Я знал одного человека, который очень любил ругаться. Ругаться со всеми, кто был к нему близок. И вот он ругался, он мог ругаться часами, делал это почти ежедневно. Это было его отдушина, это был такой выплеск того, что в нем копилось, при том, что это был хороший человек. И вот он выплескивал это. И причины были разные абсолютно, и не нужно было каких-то особых причин. Он просто ругал, ругал, ругал всех вокруг, потому что, как бы сказать, он хороший, а все вокруг плохие. И вот он ругал на протяжении нескольких часов. А что происходило потом? Когда человек работает, и то же самое, когда человек ругается. Он в конце концов, что с ним происходит? Он говорит, устает. И вот он уставал от этого всего, делал перерыв, набирался сил, и через короткий промежуток времени он вставал и снова начинал ругаться, но только уже не по той предыдущей теме, а о том, что все его нервируют, все его раздражают, все его доводят до белого коленя, и что его до этого доводят. То есть создали ему такие условия. И это дальше продолжается такой выплеск. В конце концов, он уставал окончательно, и каждый раз он задавал один и тот же вопрос, на который никто никогда ему не смог ответить, и сам себе он тоже не мог ответить. Он задавал этот вопрос. Ну почему я все время должен с вами ругаться? Кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Ответ только один. Этот человек был неверующий, он не знал Бога, и невозможно было ему объяснить, что на самом деле ругаться-то не надо было. Можно было все в простых словах мирно объяснить или каким-то другим путем решить. Но это был образ жизни человека. И вот такое происходит, когда есть видимый мир. Я говорю сейчас и о христианах в том числе. Когда мы знаем учение Христа, когда мы знаем, как мы должны поступать, как мы должны действовать, но на самом деле есть какое-то видимое перемирие. Когда, например, муж с женой могут жить немирно, и они не ссорятся и не ругаются, к сожалению, только тогда, когда очень устали от этого всего. Но потом, отдохнув и набравшись сил, могут продолжать это действие и дальше. Я очень надеюсь, что эта речь идет не о нас. Я просто говорю, что в жизни, к сожалению, встречаются такие моменты, и нам, служителям, приходится ходить в какие-то дома, семьи и решать вот эту конфликтную ситуацию. Иногда успешно, иногда, к сожалению, нет. Почему? Потому что источник, которым люди уже привыкли наполнять себя, это вот как говорилось, что не может сладко из горького источника идти. Не тем источником люди наполняются, и не то из них выплескивается. К сожалению, церковь, она не предназначена для таких проявлений. Каждый в церкви должен быть миротворцем. Каждый в церкви должен быть, знаете, человеком, несущим мир. Никогда нет такой ситуации, которая бы заставила верующего человека ссориться, ругаться, вносить какую-то войну. Это просто невозможно. Почему это происходит? Потому что человеку для того, чтобы нести в себе мир, нужно отказаться от себя. Нужно исправить в себе что-то. Нужно отречься от чего-то внутри самого себя. То есть отречься от каких-то своих, возможно, неправильных, возможно, чуть-чуть правильных понятий. Человеку нужно отречься от себя и уподобиться Христу. И вот представьте себе, идеальное общество – это то, в котором каждый подобен Христу. В таком обществе не было бы никаких споров, никаких войн, никаких разборок, никаких недовольств. Достигла ли церковь этого – это каждый знает сам по себе. Потому что невозможно никому, кроме Бога, заглянуть в сердце каждого человека и определить, вот насколько ты сегодня миротворец. расскажу еще один пример. У меня их всего таких 2-3 примера из жизни. В школе мальчик 7 лет. Все время приходил и со всеми с самого утра начинал ссориться, начиная от построения перед уроками и на протяжении дня. У него все время было недовольство, все время ему все были плохие. Тот не с тем портфелем пришел, тот не в ту линию встал, тот стоит не на своем месте тоже. И вот у него все время был такой бунт. Если ему делали замечание, он убегал в туалет, там плакал, прятался, не хотел выходить, потому что это был бунт. Меня заинтересовало, что же происходит, потому что понять, почему у ребенка в 7 лет вот такой бунт внутри, ну невозможно понять. И я остановил его отца, когда он пришел за ним и спрашиваю, говорю, вы замечали, что вот у него вот такая вот, ну какое-то проявление интересное, он и дома так же себя ведет. И вот вы знаете, отец его мне сказал, вся причина, как видимо, дома он себя так не ведет, хорошая очень семья. Дома он себя так не ведет, но есть какие-то проявления. Почему? Потому что ему уже 7 лет, и у него появился младший братик. И мама, ну молодая мама и папа, конечно, они отдают больше внимания вот этому маленькому, потому что младенец, он требует к себе внимания. И когда этот мальчик был эпицентром внимания в своей семье, то ему это, он к этому привык, это был его образ жизни. Но когда этот эпицентр переместился, и внимание стало отдаваться другому, то это вызвало в нем вот такой вот бунт. И этот бунт изливался уже не на его родителей только, этот бунт изливался уже вот в таком общественном месте, как школа. Все ему были неугодны. Он просто этим самым, как я понял, пытался привлечь к себе внимание. И впоследствии мы очень подружились с этим мальчиком, он очень хороший, талантливый, он хороший музыкант в свои 7 лет. Все хорошо. Просто-напросто изменился образ того внимания, которое предавалось ему. И отец его еще так мне сказал, это ничего, он перерастет. Я согласен с этим отцом, и я буду очень рад, что он перерастет, и это все закончится. Но когда мы читаем Библию, мы видим, что некоторые похожие вещи происходили. Посмотрите на конфликт Исава и Иакова. Между ними лежал вопрос первородства. И один был любимцем у отца, другой был любимцем у матери. И между ними была такая напряженность, была война. Она на протяжении жизни сохранилась. Иаков, даже когда через много-много лет возвращался, через больше, чем два десятка лет возвращался назад, он очень боялся, что Исав станет мстить ему за тот обман, который он совершил, забрав его первородство. Это уже переросло в серьезный конфликт. Просто потому, что двое детей, и они уже точно были близнецы, двое детей, один был угоден отцу, другой больше был угоден матери. И вот это происходит. Возможно, такое же бывает и в семьях христиан, когда внимание переключается, особенно когда дети, много детей, переключается внимание на самого младшего, потому что он требует этого ухода. И здесь нет какой-то вины. Но на самом деле природа проявляется. Это природа первого грехопадения, если так можно сказать. Тут же появляется бунт против того, что что-то изменилось в нашей жизни. И вот этот момент, он очень интересен, потому что на самом деле, этот мальчик в семь лет не мог этого понять, что ради младшего братика ему теперь нужно отказаться от какой-то доли того внимания, которое он получал. Ребенку это трудно объяснить, но как часто взрослые люди, зрелые христиане поступают именно по тому же принципу. И возмущаются, что, может, им мало внимания в церкви, начинают создавать какие-то условия, чтобы на них обратили внимание и нездравым способом, как это могло бы быть, там выйти, рассказать стихотворение или песню спеть в церкви, а именно такими способами, чтобы продемонстрировать себя, как капризного ребенка. Вот этого в церкви быть не должно, потому что автор любого бунта, я еще раз это повторяю, автор любой войны – дьявол. А мы – чьи дети? Смелее, братья и сестры. Или мы так еще не определились? Нет, я думаю, мы определились. Мы – дети Божьи. И в нас должна быть природа нашего Отца. Об этом Христос говорит. Давайте посмотрим, что говорится в послании Римлянам, 12 глава, 21 стих. Я сегодня специально выбирал не отрывки, которые говорят об этом, я выбирал буквально по стиху, чтобы сократить наше время и сказать только вот этот концентрат, который есть. Римлянам, 12 глава, 21 стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Очень кратко и емко то, что говорится здесь. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Скажите, пожалуйста, говорил ли Бог эти слова Каину? Грех лежит у дверей, но ты господствуй над ним. Бог не мог сказать Каину «Побеждай зло добром», как это говорит нам Новый Завет, нам, христианам. Почему? Потому что природа Каина была от лукавого. И добра как такового в нем не было. Он, возможно, потерял всякое понятие о том, что такое добро. Именно поэтому Бог говорит ему в преддверии того, что он совершает убийство. Он говорит ему «Грех лежит у дверей, но ты владычествуй над ним или властвуй над ним». То есть попытайся этим грехом управлять, попытайся сдержаться. Не говорил Бог Каину «Победи этот грех добром». Поэтому очень печально, когда мы слышим на проповеди слова, обращенные к церкви, и проповедник цитирует то, что Бог сказал Каину, который был от лукавого. Говорит «Братья и сестры, помните, грех лежит у дверей, но ты господствуй над ним». Это Господь сказал. Нужно очень хорошо задуматься, кому это Господь сказал. И я не верю, что такие слова могут быть обращены к церкви. Церкви Бог говорит «Не давай, чтобы зло в тебе победило, побеждай зло добром». Я не верю, что у дверей каждого члена церкви, в церкви нашей, в любой, грех лежит. Именем Иисуса Христа никакого греха не может быть в доме, на пороге. Это относилось к Каину, природа которого была от лукавого. И к нему относились эти слова. Я прочитаю еще, что Господь говорит через апостолов. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». 1 Петра 3, 11. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Это практически те же слова, которые говорит Христос. «Преследуй своей целью достижение мира, который потом будет распространяться из тебя на всех окружающих, на всех других». И опять же, здесь не говорится о том, что вот грех, он тебе близок, управляй им как-то, попытайся с ним совладать. У апостолов, и в Евангелии речь об этом не идет. И Иисус Христос освободил нас от всякого греха, Он дал искупление своей кровью. Поэтому в Церкви Божьей не может быть речи о том, чтобы какой-то грех владел кем-то. Это уже не свобода, это уже рабство. Но иногда, к сожалению, наш стереотип работает по-другому, потому что вроде бы Слово Божие вроде бы и говорилось, Господь действительно эти слова сказал, и мы их воспринимаем для себя и строим, исходя из этого, неправильную модель поведения нашей христианской жизни. Все равно же грех у дверей лежит, куда от него деться, правда, братья и сестры? Ну, надо как-то вот с ним повладычествовать над ним. Нет у человека сил, ни духовных, ни физических, для того, чтобы владычествовать над грехом. И Бог это знал, Он дал Духа Святого для того, чтобы человек был свободен от всякого греха, и никакой грех не мог над ним владычествовать или превозмочь его. И те, кто продают себя в рабство греха, они делают это, потому что попадают в это рабство, потому что повелись вот на этот обман лукавого. И уже их природу свою подчинили, чтобы быть по природе от лукавого, уподобиться, возможно, Каину, возможно, в меньшей степени. Поэтому это очень и очень плохо. Еще один пример, быстро скажу вам. Просто когда-то, это не в этой стране было, сестры в одной церкви меня попросили провести беседу или разбор слова вот на эту тему о миротворчестве или о любви к врагам, о благословении проклинающих. Почему? Потому что была для этого причина. Одна сестра в церкви очень сильно тоже всегда спорила, доказывала, могла поругаться с человеком, при этом знали, что она верующая. То есть она могла сказать, что она христианка или верующая, и тут же могла и поругаться с кем-то, потому что она доказывала какую-то истину. И вот сестры просто сказали, ну, давай что-то сделаем, может быть, давай какую-то целую беседу, целый вечер посвятим вот именно вот этому миротворчеству, вот этой вот беседе. И она пришла, были эти сестры, и вот практически, может быть, полтора часа, может, час сорок, мы говорили на эту тему. А перед этим, почему у них это все назрело, произошло то, что она пошла к врачу. Врач тоже была женщина. И когда врач ей сказала что-то там по болезни, она настолько вспылила, что обругала эту женщину-врача, хлопнула дверью и ушла. И потом всем сестрам в церкви об этом рассказала. И эти сестры вот пришли по этой причине ко мне и попросили попытаться как-то объяснить ей, что это не наша модель поведения, что это не мы, не христиане так не делают. И мы, братья и сестры, провели благословенное время, полтора часа, час сорок, говорили, говорили, говорили. И самое замечательное было в конце. Самое замечательное, что эта сестра, прослушав вот эту всю беседу, непосредственно участвуя в ней, кивая согласно головой, подвела итог этой беседы. Она резюмировала это. И она сказала следующее. «Брат Саша, как хорошо, что вы провели эту беседу. Жалко только одно, что вот этой врачихи сегодня тут не было. Вот бы она послушала, как нужно себя вести». Ну, вы знаете, мы так все переглянулись, ну и, как бы сказать, поняли, что, возможно, в следующий раз пригласим вот эту женщину-врача. В заключение, братья и сестры, я хочу еще привести просто пару мест писания. Апостол Иаков говорит в 4 главе, первым стихом, Иаков, Иоанн, Петр и Иуда, они писали соборные послания. То есть это послания были не к определенной церкви, а ко всем христианам, которые могли это прочитать. И вот Иаков в числе их пишет для всех христиан такие слова «Откуда у вас вражды и распри?» Он пишет это не в синагогу, он пишет это не в синедрион, он пишет это христианам. «Откуда у вас вражды и распри?» «Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Он пишет это, обращаясь к христианам. И уже в тот момент первоапостольской церкви он констатирует, что есть такая проблема среди христиан, не знаю, межконфессиональная или межрасовая, как там иудеи, елены, каким-то понятием. Но есть эта проблема, что есть распри. Но он не говорит, что вас разделило понятие о религиозном, вас не разделил кашрут или не кашрут, вас не разделило обрезание, необрезание. Он говорит им одну причину, которая была и у тех, и у тех. То есть здесь даже нету какой-то правой стороны. Одной виноватой, а другой правой. Он говорит, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Вот почему человек, внутри которого происходит война и бунт, он обязательно выплескивает это наружу. И тогда уже, если это делает христианин, то это выплескивается и на территорию церкви. И в тот момент, когда нужно проповедовать Евангелие, когда нужно молиться за больных, за исцеление, когда нужно молиться о том, что какие-то проблемы или даже за мир во всем мире нужно молиться. В это время церковь занимается тем, что решает духовные или душевные проблемы человека, который не обижен, потому что его обидели, или он не то, что он угнетен кем-то, а в нем просто-напросто воюют вот эти вот вожделения и какие-то вот плотские проявления, которые он взрастил и взлелеял внутри себя. Вот это вся проблема. Другой проблемы не существует. То же самое было и в Израиле, я очень быстро прочитаю, Иеремии 6 глава, 13-14 стих. И это перешло из Ветхого Завета в Новый, чего не должно было быть, это должно было быть упразднено кровью Христа. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корости», это говорится об Израиле, «и от пророка до священника все действуют лживо, врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир мир, а мира нет». Слава Богу, братья и сестры, что это невозможно применить стопроцентно к церкви, потому что на самом деле то, что произошло с Израилем в тот момент, о чем пророк говорит, нету этого в церкви. И слава Богу, потому что сила крови Иисуса Христа это сила божественной власти над всем. И это свобода от любого греха. Опуская очень много мест, которые говорят о том в Новом Завете, что Христос сказал «мир мой оставляю вам», два слова, буквально пару фраз о том, об итоге, который ждет миротворцев, ибо они будут наречены сынами Божьими или детьми Божьими. Братья и сестры, это великая привилегия, которая дается человеку, потому что в Ветхом Завете только единицы людей были удостоены называться Детем Божьим, и то косвенно. Я вам скажу больше, ни один, ни один, братья и сестры, из ангелов, которые вроде бы по своей духовной величине сильнее человека, могущественнее человека и являются непосредственным исполнителем воли Божьей, ни один из ангелов, если вы проследите по всему Писанию, Ветхий Завет, Новый Завет, ни один из ангелов не имеет права назвать Бога своим отцом. Единственный, кто это делал, это был Иисус Христос, Сын Божий, который говорил, обращаясь к Богу, Отче, Отец. Но теперь эта привилегия, эта власть быть детьми Божьими дана нам с вами, верующим в Иисуса Христа. Мы усыновлены, и если мы исполняем то, что Господь заповедал нам, мы имеем это исполняющееся обетование, мы с вами становимся детьми Божьими. И не где-то в будущем, а в настоящем времени, потому что о самых лучших, о тех, кто проявляет в себе волю Божью, про них на земле говорят, вот это истина, дети Божьи. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы всегда мнение людей в церкви, вне церкви, из этого мира, мнение этих людей о нас и их отзыв о нас всегда был, как о детях Божьих. Давайте мы склонимся, помолимся и поблагодарим нашего Господа. Аминь.